Ну все, всем привет! Рада вас видеть всех неожиданно в таком большом составе. Я почему-то думала, что по субботам в это время века уже не принято ходить на занятия, но рада, что все не так. Круто, что пришли, молодцы, это очень классно. Отметьтесь на занятии, пожалуйста, вот прям возьмите, отметьтесь. Как я обещала, этот слайд станет вам родным, вот он уже второй раз, и ничего не изменится в будущем, он будет также появляться, поэтому проще начать это делать самим и отмечаться все равно придется. И мы сегодня будем с вами разговаривать про такие понятия, как Customer Development и User Experience. Расскажу, что такое первое, что такое второе, какая между ними разница. В конце вас ждет бонус-трек, которого нет в оглавлении, но он есть в презентации, и если вы ее уже посмотрели, то, наверное, видели. Мы поговорим про то, что такое Jobs to be Done, чем они отличаются от Person, от Customer Stories, и почему можно и нужно их применять в разработке продуктов. Такой план. Ну чего, поехали. Сегодня хочу рассказать вам о том, первым делом, почему фейлятся стартапы. На этом слайде вы видите график из репорта CBI Insights. Тут написано, что 42% стартапов фейлятся по причине того, что у рынка нет необходимости в них. Про то, как делать анализ рынка, мы говорили в прошлый раз, но, в общем, видимо, что-то у них пошло не так, и у них этой презентации не было. У вас была. У вас такого не будет. Уже хорошо. Но тут можно смотреть, долго читать, но суть в том, что если взглянуть на пункт с 14%, вы увидите, что там есть Ignore Customers. То есть многие стартапы делают продукты и фейлятся, потому что игнорируют своих клиентов. Ну, то есть насколько это вообще абсурдно. Они делают продукт, чтобы его продать, чтобы пользователи каждый день им как-то, пардон, пользовались, заходили туда, испытывали какое-то счастье, но вместо этого они пользователей просто игнорируют. И смотрите, 14% — это как бы достаточно много из 101 стартапа. Это прям прилично. То есть просто люди делали продукт, чтобы сделать продукт. Возможно, для себя, возможно, для кого-то из своих близких, но точно не для аудитории, не для пользователей. А все происходит почему так? Потому что многие сидят и делают свои продукты и на этом устанавливаются. Они не выходят из здания, они не проводят общение с пользователями, они не концентрируются на пользовательском опыте. Стив Бланк, автор книги «Лин стартап», как-то сказал вот эту стату, она уже достаточно заезженная, многим надоела, но тем не менее внутри здания ничего не происходит, так что выйди на улицу. По-английски там чуть-чуть жестче, там «Get the hell out of it». И это действительно необходимо делать, потому что если вы не разговариваете с пользователями и не получаете фидбэк, вы не знаете, что у вас не так. И вообще то, что вы делаете, нужно кому-то или на самом деле никому не пригодится. И чтобы постоянно улучшать свой продукт и идти в нужном направлении, вам необходим фидбэк. Фидбэк — это обратная связь, но я думаю, все вы об этом знаете. Так вот, что такое customer development. Это не просто метод и это не просто способ, это целый научный подход к тому, чтобы создавать новые компании, продукты и услуги. И в основе концепции лежит глубокое изучение понимания паттернов поведения пользователей и нахождение инсайтов и их скрытых мотивов. Это очень полезная штука. Преимущества следующие. Мы получаем непосредственный контакт с клиентом, получаем сразу же факты с рынка, формулируем проблемы благодаря пользователям их же словами и сразу же проверяем свою целевую аудиторию. Это очень круто. Самое важное в подходе customer development — это следующие два пункта. Валютация гипотез и MVP. MVP — это кто-нибудь знает, что такое MVP? Да, жизнеспособный продукт, все. Minimum Viable Product, абсолютно верно. Валидация гипотез — это следующая штука. У нас есть, например, пять гипотез относительно нашего продукта. Если мы торгуем помидорами, то наши гипотезы там следующие. Пользователи любят, когда помидоры лежат красиво, пользователи любят свежие помидоры, пользователи любят сладкие помидоры, пользователи любят красные помидоры, ну и прочие какие-то вещи. Мы не уверены, допустим. Допустим, мы в чем-то из этого не уверены, мы хотим это проверить. Мы идем к пользователям и общаемся с ними об этом. А потом на основе этого общения делаем минимально жизнеспособный продукт. Возможно, это маленький ящик с помидорами, который мы им потом приносим. Мы говорим, ну как, как, как тебе? Хороший ящик, помидоры классные, нравится, нравится. Ну, как-то так. Проверяем, в общем, что мы все сделали правильно. MVP должен быть обязательным этапом в кастомер-девелопменте. Потому что если вы гипотезы проверили, услышали пользователей, но ничего потом не сделали, вы поговорили просто зря. Обязательно нужно прототипировать, обязательно нужно совершать какие-то действия. О них просто разговоров недостаточно для того, чтобы продукт улучшить. Ну, я думаю, что это и так понятно. Как можно проводить кастомер-девелопмент? Способы есть разные. Один из них — это UX-исследование, и мы попозже об этом поговорим более подробно. А вообще можно делать следующим образом. Можно говорить с людьми один на один. Можно делать это суперофициально. Можно бронировать переговорки. Можно приглашать их, выписывать им пропуски в здание, в офис. Там заваривать им кофе и делать это официально. Но на самом деле нельзя забывать о двух главных поинтах кастомер-девелопмента. Он должен быть быстрый, и он должен быть дешевый. То есть вы должны иметь возможность выйти на улицу, схватить пользователя, ну, конечно, по его разрешению, а не просто так, и задать ему какие-то вопросы. Лучше всего и проще всего проводить кастомер-девелопмент вот прям рандомно, и при этом необходимо не забывать использовать вопрос-фильтр. Вы здесь вот видите, я сначала расскажу про один на один и покажу этот слайд. Использовать вопрос-фильтр нужно, чтобы зря свое время не терять. Как это выглядит? Например, ваша целевая аудитория — это люди, которые пользуются Uber. Вы подходите к человеку и спрашиваете, ты пользуешься Uber? Если он говорит «да», мы продолжаем разговор. Если он говорит «нет», ты говоришь «пасибо большое, классно, что ты мне ответил, но я пойду найду того, кто пользуется Uber». Это очень важно, особенно если вам нужно какую-то узкую фичу проверить, а не провести большое UX-исследование на то, что вообще хотят люди, как они живут, что они едят, какие у них паттерны поведения, каких людей они любят, каких не любят. Исследование, кстати, показывает, что люди людей не любят вообще, в принципе. Вот, как-то так. Мы проводили исследование на тему того, что бесит людей, и результаты показали, что людей бесят другие люди. Вот как-то выходит, что так. Суть в том, что перед тем, как начать общаться даже с человеком, даже на 5 минут, даже чтобы это было супербыстро, нужно сделать небольшой сценарий и выписать те гипотезы, которые вы хотите проверить. Просто чтобы их не потерять, просто чтобы они были у вас перед глазами. Просто чтобы, когда вы разговариваете с человеком, отмечать их как-то, например, галочками. Поговорили вы об этом или нет? Как отреагировал пользователь? Это веселый смайлик или это грустный смайлик? Или он вообще промолчал? Или он ушел от вас на этом вопросе? Что произошло? В общем, это обязательно нужно делать. Нужно задавать уточняющие вопросы, потом мы примеры посмотрим с вами. В целом, это называется 5-why conception. Нужно 5 раз задать вопрос, почему. Почему для тебя это важно? Почему это проблема? Почему ты так делаешь? Почему ты так решил? Почему ты хочешь справить эту ситуацию? Ну, это примеры. Нужно идти как можно глубже, чтобы понять, что действительно человека мотивирует, чтобы докопаться прямо до сути. Потому что часто бывает так, что мы поверхностно смотрим на проблему, но не решаем никакие глубокие пользовательские боли. А вообще стоило бы. Что еще важно, это задавать открытые вопросы. Мы сейчас с вами будем играть в игру хорошие и плохие вопросы, и вы узнаете, вы понимаете, что такое открытые, и вы поймете, почему это важно, задавать именно открытые. Какие еще бывают варианты UX, Customer Development исследований? Это могут быть опросы. Опросы могут быть как просто «поднимите руки те, кто делает это», «поднимите руки те, кто делает что-то другое», так это могут быть опросы на сервисах типа SurveyMonkey. Очень удобно, можно быстро сделать опрос, который вам нужен, быстро загрузить его в пользователей и быстро получить какие-то ответы. Классная штука – это общение с лояльными пользователями. Это для тех, кто уже знает ваш продукт, кто его любит и для кого он имеет важное, большое значение. Это можно делать следующим образом. Вы добавляете этих людей в какой-то чатик, там, в Telegram, не Telegram, куда вам удобнее, в любой мессенджер. Лучше не делать это посредством почты, потому что реакция достаточно замедленная, а вам нужно, чтобы люди реагировали быстро. Можно это делать через чат-боты, опять же, завести чат-бота и пушить людей, если они, конечно, дали на это свое согласие. Так, собрать лояльную аудиторию и, когда вы выпускаете новую фичу, вы сразу пишите в чат, «Ребята, я выпустил новую фичу, посмотрите». Так как пользователь лоялен, так как ему не безразличен ваш продукт, он сразу даст вам какой-то фидбэк, потому что ему не все равно, потому что ему нужно, чтобы ему было удобно и хорошо. Поэтому люди лояльные, они реагируют сразу же, и у вас есть классный вариант набрать много фидбэка прям сразу. И если есть какие-то проблемы, вы можете прям сразу их пофиксить, то есть очень-очень быстро. Там буквально, если кто-то нашел баг сразу после выкатки новой фичи, вы можете пофиксить его за 20 минут, если аудитория достаточно лояльна и быстро реагирует. Это очень круто, потому что снижает вариант того, что когда вы выйдете на большую аудиторию, у вас будут какие-то неприятные проблемы. Ну и UX-исследования. Это большая тема, очень широкая область, вариантов масса. Я вам про них сегодня расскажу. Посмотрим, что можно делать. Расскажу забавный опыт UX-а с Google, который у меня был. Это было прям очень классно. Все услышите, узнаете. Но пока что продолжим про Customer Development. Как начать с CastDev мы уже поняли. А теперь поиграем с вами в хорошие и плохие вопросы, которые я записала и сейчас, чтобы не забывать, буду вас спрашивать. Они будут касаться музыкального сервиса, потому что мы с вами начинали эту тему и эту тему будем немножко продолжать развивать. Так вот, первый вопрос. Как вы думаете, музыкальная колонка с проектором звездного неба за 3 тысячи это хорошая идея? 3 тысячи чего? Рублей. Не важно. За 3 тысячи чего угодно. Actually. Нет, это на самом деле не важно в контексте того, хороший это вопрос или плохой. Надоцеление бесполезности вещь. Плохой вопрос. Вот. Почему плохой вопрос? Потому что нельзя спрашивать у людей оценку того, сколько они денег готовы дать за этот или иной продукт. Почему? Ну, я читал «Спасибо вам». Мне интересно задавать какие вопросы. Окей, ну, я же не знаю, читали вы этого или нет. Спасибо. А? Хорошую книгу рассказал, спросил. Да, я потом про нее расскажу на самом деле. Вы, если не заинтересованы... Нет, Как бы... Нет, я понимаю, это абсолютно нормально просто, если что. Да, это абсолютно верно, это плохой вопрос, потому что нет никакого смысла спрашивать у людей, за сколько они могут это купить, потому что это обещание впустую, обещание в будущее. Они могут пообещать вам все, что угодно, а потом это абсолютно так же не выполнить. Почему они вам это пообещают? Почему нам пообещают? Тогда помогите мне. Потому что хотят вам понравиться. Именно. Да, абсолютно верно. Все правильно вы говорите. Дело в том, что когда мы приходим к человеку и спрашиваем у него его мнение, мы даем ему знак внимания. Это сразу приятно. Это значит, что нас ценят, это значит, что наше мнение важно. И поэтому как-то неловко сказать, что да не буду я твою колонку за 3 тысячи непонятно чего покупать, еще и с проектором звездного неба. Она мне вообще не нужна, проектор тем более не нужен, а 3 тысячи на это я тратить вообще не хочу. Но нет, я скажу, конечно, да. В смысле, да, а можно два проектора если поставить, это будет вообще круто. Чем больше проекторов, тем лучше. Вот это прям пушка. Окей, отлично. Давайте следующий. Вы бы купили музыкальную колонку с хорошим звуком по низкой цене? Почему? По вопросу. Ответ очевиден, конечно, да, потому что все хотят сэкономить, все, конечно, хотят купить хорошую вещь по низкой цене. Здесь опять же обещание статистики несложные. Да, это абсолютно верно. И вы правы, и вы правы, потому что это обещание и тоже относительно какого-то непонятного будущего, которое, может быть, наступит, а может быть и нет. Как из этого вопроса можно сделать хороший? Нужна ли вам колонка? Ну, вы приходите и говорите, вам колонка нужна? Вам лекция нужна? Не расстраивайтесь, только меня прямо сейчас. В общем, обычно ответ тоже такой. Как можно сделать хороший вопрос из-за этого плохого вопроса? Да, вот это абсолютно верно. Задавать вопросы нужно относительно того, что происходит сейчас. Паттерны, которые находятся сильно в прошлом или которые отложены на будущее, не имеют никакого значения и никакого смысла, к сожалению. Чтобы люди не обещали, они с равной долей могут это выполнить и не выполнить. Шанс провала слишком велик. Поэтому будем стараться такие вопросы не задавать. Дальше. Сколько бы вы заплатили за музыкальную колонку с хорошим звуком? На обещание отрываемся. Да, на обещание. И почему еще это плохой вопрос? Какая-то действительно не цель хорошая. Это да. Сколько бы вы заплатили за колонку с хорошим звуком? Можно вообще сказать? Может быть, человек боится показаться жадным и завыситься? Возможно. для вас это почему плохой вопрос? То есть, он ни о чем не говорит. Я думаю, что за счет изряд не может. И она мне вообще может быть не нужна. Да, это все верно. Но тут дело в том, что вы попадаете в опасную ситуацию, что вам человек скажет, это стоит пять тысяч. Вы такие, о, пять тысяч. За пять тысяч я и буду это продавать. Пока нравится и собираете за пять тысяч и бьетесь, а у вас компоненты стоят так, что с наценкой и накруткой получается семь, и вы думаете, ну, надо же, за пять. А вы собрали, ну, там, какую-то условную выборку, и там получилось, ну, пять, окей, шесть, а у вас никак не получается, у вас только за семь. И вы расстраиваетесь, и все расстраиваются, и получается, что ничего хорошего из этого не выходит. А пользователь, может быть, и купил бы за шесть. Но он сказал вам за пять, вы решили, что он, конечно же, прав, ведь он ваш пользователь, ведь вы ради него хотите сделать хорошую вещь, чтобы он этим постоянно пользовался и испытывал счастье. И как-то получается, что ни туда, ни сюда, никому хорошо от этого не становится. Давайте дальше пойдем. Какими фактами и данными должна обладать колонка вашей мечты? Хороший или плохой вопрос? он может придумать кучу фич, которые не будут входить в МВП, вы направите все силы на то, чтобы сделать эти фичи, но при этом МВП не будет. Так, еще мнение? Это хороший вопрос, потому что можно, у каждого человека какие-то свои потребности, но при этом мы можем выделить то, что нужно всем. Так, посмотреть наиболее важнее. Так, еще? Нужно попросить проранше наиболее важнее. Верно, да, неплохо. А в каком случае это хороший вопрос? Если уже готовы набор фич приходить. Да, пользователь сидит и ждет и набор фичей пилит вам, что думает, ну когда же вы наконец-то придете спросить его. чей он отмечает что более важное принятие. Нет, нет, это вы спрашиваете, какими функциями должна обладать колонка мечты. У вас, вы при этом не даете ему вот функции, ты выбирай. Ты выбирай свою мечту вот здесь прямо при мне сейчас просто. Может быть, он хорош, чтобы в том случае, если мы уже заранее определили на самом деле какие будут наши продукты, просто понять, действительно ли совпадают ожидания наших пользователей. Будут ли его сейчас дремонить? Так, и что вы говорили? Мне кажется, на первоначальном исследовании рынка, когда мы просто хотим понять вообще, какой продукт можно сделать, такие вопросы максимально общие и широкие и открытые как раз-таки могут дать нам наиболее большие представления. Да, это все верно и частично верно, но на самом деле тут есть тоже опасность в том, что, как вы говорили, пользователь может сказать хочу, чтобы у меня был скафандр, в котором я буду ходить по пустыне, грабить караваны и кормить аквариумных рыбок. И как бы с этого ничего вы не получите на самом деле. Ну, если вы, конечно, делаете скафандр. главное не обещать сделать это для людей. Даже это, да, правильно, неплохой ход. Но дело в том, что такой вопрос можно и нужно задавать, если пользователь в этом эксперт, если у него есть какой-то прошлый опыт, который доказывает, что он в этой области эксперт. Если он 50 уже колонок этих купил, 50 попробовал, ревью написал, блог на ютубе ведет, тогда у него можно спросить, что, какими функциями должна обладать колонка мечты. Потому что в этом случае, скорее всего, что ответ будет адекватный, потому что человек как бы не находится в космосе, он примерно понимает, что вообще происходит. Но это неплохой действительно вопрос. В целом, действительно, его можно использовать на самом начальном этапе, когда мы спрашиваем пользователей, вы чего хотите, я вам все принесу. Так можно собрать какие-то идеи, но опять же, тут нужно смотреть очень внимательно и идеи фильтровать, чтобы не получилось, как в примере со скафандром. Или что у вас будет колонка, в ней будет проектор, в ней будет кормушка для птичек и еще какие-то суперполезные ништяки, которыми на самом деле никто пользоваться в результате не будет. С этим нужно быть аккуратнее. Давайте дальше. Есть ли что-то, что вас беспокоит при прослушивании музыки? Да, мы хорошим вопросом. Пусть на не могу, я решила. Хорошо, да, все правильно. Когда вы слушали музыку в последний раз, как это было? Хорошая. Вообще я ее слушаю или не слушаю, чтобы понять. Это вообще это должен быть вопрос-фильтр, то, о чем вы говорите. То есть если это правильно, вы идете в таргетную аудиторию, которая и хотите понять, вообще человек ваш или не ваш, вам для начала нужно спросить, вы слушаете музыку? А что вы думаете о колонках? И вы слушаете музыку на колонке. Потому что если он сейчас вообще проблему никак не решает для себя и считает, что ему в принципе из телефона норм, значит у него этой проблемы нет на самом деле. Он вам скажет, что я слушаю с телефона, вы спросите, как ты справляешься вообще с этим, живешь-то тяжело тебе приходится или нет, он скажет, да нет, норм. Если норм, все, это не ваш клиент, у него боли нет, он вам ничего не расскажет, он не расскажет, почему ему сложно и тяжело. Опять же, если вы делаете глубинные исследования и вообще хотите узнать паттерны того, как пользователи, например, музыку слушают, тогда стоит остановиться, послушать его, спросить, почему с телефона, как он на телефоне это делает, а что там хорошо, что там плохо, что ему нравится, не нравится, но здесь главный вопрос, какая у нас цена, мы хотим привлечь новых пользователей, чтобы они, не слушая нашу колонку, стали ее покупать, либо мы общаемся с теми, кто входит в колонку. Да, все абсолютно верно, я говорю сейчас о том, что когда вы делаете фичу уже какую-то или там улучшаете как-то продукт или хотите им конкретную уже колонку продать, то тогда нужен вопрос фильтр, и когда вам говорят нет, вы не идете дальше, вы идете к тем людям, которые говорят да, и хотят с вами дальше разговаривать, потому что терять время и тратить его на людей, которые вам ничем не помогут, ну, может быть, конечно, чисто гуманистически неплохо, но вряд ли принесет какой-то профит. Заплатили бы вы икс за икс за икс. Ну, условно. Плохой, но все понятно, хорошо. Окей, отлично. Пойдем дальше. Ну, собственно, вы уже ответили на то, что я вам хотела рассказать. Действительно, люди врут, потому что чаще всего хотят вам понравиться. и как бы вы на них не злитесь, они это делают не со зла, в смысле, они не хотят вам соврать, чтобы соврать, они честно очень сильно хотят вам понравиться, очень хотят, чтобы у вас и у них осталось хорошее мнение и чтобы они могли вам как-то помочь. Это единственная их цель, а не просто какой-то злобный обман. Ложной информацией бывает трех видов. Это, собственно, то, о чем говорится в книжке Фицпатрика. Про Спроси маму. Это будут комплименты, это болтовня и это идеи. Это та информация, которую вам нужно очень хорошо фильтровать во время Каст Дева. Собственно, для этого в том числе вам и нужны различные сценарии, чтобы вы могли себя и интервью как-то контролировать, чтобы оно не уходило в те русла, которые вам не нужны. Комплименты это да, конечно, да, я буду стопудово, это очень круто. болтовня это что-то вроде, ну, вы знаете, колонки это такая сущность, практически метафизическая, они обладают очень большим количеством характеристик, у них бывает разный звук. Когда вам вот это все начинают говорить, сворачивайте, этого не нужно делать. Или пытайтесь уводить разговор в то русло, которое вам требуется. если вам говорят, что у них очень много функций, вы сможете спросить, какие функции важны, как вот вам сейчас кажется, что важно. Тогда, если вы можете выровлить, окей, но если вы закопаетесь в этом, то, опять же, потеряете время, ничего не получите, гипотезы не проверите, MVP на этом не сделаешь, собственно, профит вообще потерям абсолютно. Ну, и идеи, собственно, о которых мы говорили, что хочу проектор звездного неба, хочу скафандр, хочу пустыню, хочу грабить караваны одновременно со всем этим. Это идеи для КАЗДЕВа, возможно, они вам пригодятся, потому что в домашнем задании вам нужно будет провести КАЗДЕВ, если вы смотрели конец презентации, то там описано домашнее задание. Вопросы для анализа функции, вот они. Зачем вам это надо? Какие действия вы сможете выполнять? Как вы справляетесь без? Как это пишется в вашу текущую работу или вашу текущую рутину, вашу домашнюю жизнь? Как вы думаете, когда это нужно делать сейчас или позже? И самый, на самом деле, главный вопрос, это самый последний, искали ли вы решение этой проблемы? Потому что, как я уже сказала, если не искали, то проблемы нет. И пользователь вам может сказать, что меня жутко, жутко, жутко бесит, что ручки протекают. Говорите, блин, ну это, конечно, полный отстой. А что ты с этим делаешь? Ничего. Почему? Ну, а что, это же просто ручка, почему я должен париться? А вы уже там привлекаете инвесторов, чтобы делать стартап про непротекающие ручки. А на самом деле, как бы, пользователям это не очень надо. Смотрите, будьте аккуратны, задавайте последний вопрос, чтобы потом не обмануться самим. Важно во время Кастдева не только слушать, что говорят пользователи, но слушать, как они это говорят, смотреть на их реакции, на то улыбаются они, сидят они в открытой позе или в закрытой позе, что с ними происходит, по мере того, как вы с ними общаетесь, и задавать вопросы про их эмоции. Кажется, что тебя это раздражает, тебе действительно бесят текущие ручки, да? Расскажи, расскажи, что ты чувствуешь, расскажи про то, что происходит, когда ручка течет, насколько тебе это бесит. Задавая такие вопросы, вы можете действительно понять эмоциональную привязку к ситуации. И на самом деле, так как ваш продукт выполняет именно какие-то определенные функции в контексте всегда, об этом мы поговорим чуть позже в лекции, эта штука очень важна, и важно понять, насколько это для пользователя боль или не боль, чтобы опять же понимать, как позиционировать свой продукт как витамин или как болеутоляющая. И чуть позже мы с вами об этом поговорим. Самое главное правило в КАЗ-ДЕВе, которое не действует для лектора на лекции, это меньше говорить, больше слушать. Чаще всего вам просто нужно задать несколько основных вопросов и дать людям говорить, и слушать их, слушать внимательно, и потом задавать просто какие-то наводящие, подталкивающие вопросы, потому что люди, в принципе, любят поговорить, и люди любят поговорить о себе. Если вы хотите узнать именно какие-то скрытые паттерны того, как они себя ведут, нужно дать им волю. Но, опять же, если у вас вопросы относительно конкретной фичи, нужно держать себя в рамках и из них не выходить. Всегда нужно стараться слушать как можно больше пользователя, как можно внимательнее. Собственно, это три основных правила касательно КАЗ-ДЕВа. Это подводит итог этой части лекции. Это как раз тот самый тест для мамы из той самой книги, о которой ребята сегодня упоминали. Она действительно крутая. И те, кто не читал ее и будут очень активно и классно вести себя на лекции, получат ее в подарок за две следующие лекции. Так что смотрите, будьте внимательны. Да, материальная мотивация это, конечно, не самое лучшее, что бывает в продукте, но почему бы и нет? Могу себе позволить. Надо как-то чему-то хорошему учить. Книжка небольшая, очень классная. Если ждать не хотите, хотите скорее прочитать, то прочитайте. Она на самом деле достаточно доступна в интернете. В общем, смотрите на три главных тезиса. Да, спроси маму называется. Роберт Фитцпатрик, да, она есть на русском, он мамс тест, по-моему, на английском, да? Вот. Я знаю, что она есть, это не вот. В общем, actually, говорите о жизни собеседника, а не о вашей идее. Спрашивайте о конкретных вещах, которые происходили в прошлом, а не о взглядах или мнениях на перспективу, но в прошлом, в смысле, типа, не 10 лет назад, а типа, день назад, или которые происходят сейчас. Ну, и меньше говорите, больше слушайте самое главное правило. Запомните эти три правила, они вам пригодятся, когда будете делать свои каздевы, будет весело, вам понравится. Вообще, следить за пользователями это очень классно. Они иногда говорят вообще какие-то супер откровенные вещи. Например, когда мы спрашивали кого-то о музыке, нам сказали, что не люблю слушать музыку в наушниках, потому что ночью засыпаю, песня меняется на громкую, я просыпаюсь и потом не могу уснуть. Мы так о таком паттерне мы вообще не думали. Но оказалось, что бывают и вот такие вещи. Перейдем сейчас ко второй части. Это про UX исследования. Часть побольше здесь сейчас будет достаточно много примеров, так что будет на что посмотреть и будет что послушать. Надеюсь, что будет интересно. И вы знаете, что такое UX же, Если нет, то User Experience, пользовательский опыт. UX исследований очень много разных видов, прям очень, очень много. Они, по большей части их можно разделить на две категории, это количественные и качественные. Количественные исследования концентрируются на том, например, сколько пользователей кликнули в эту кнопку. или сколько пользователей увидели здесь призыв к действию. В общем, когда вам нужно именно подсчитать какую-то статистику. качественные качественные по-другому называются soft research, собственно, как и soft skills. Это про то, почему они кликнули в эту кнопку, почему они не кликнули в эту кнопку, почему они увидели или не увидели призыв к действию. Ну и тогда мы начинаем про основные методологии. Их три. Собственно, они максимально логичны. Это наблюдение, понимание и анализ. Наблюдение это тот процесс, когда мы смотрим на то, как пользователь что-то делает. То есть играет ли он в игру или слушает музыку, или что-то вам рассказывает, мы смотрим за тем, как все это происходит. И пытаемся выделить какие-то паттерны из этого. Понимание это про такую штуку, которая во многих ресерчах и во многой литературе называется mental models, ментальные модели. Это о том, что разные люди думают по-разному. Капитан очевидность. Например, водитель грузовика и водитель Mitsubishi Evolution у них совершенно разные ментальные модели. То есть для одного важно, чтобы колеса были побольше и чтобы можно было положить побольше вещей, а для человека на Mitsubishi Evolution важно, чтобы он мог вынуть сидение, засунуть туда каркас и поехать на ралли, и чтобы наклейками можно обклеить и потом содрать успешно. То есть разные абсолютно модели. Вам нужно это понимать и не забывать с кем вы разговариваете и от этих вещей отталкиваться. И третий этап он важный достаточно это анализ того, что вы собрали. Почему это важно? Потому что часто мы да, такое бывает, потому что часто мы собираем очень-очень много инфы, у нас агрегируется очень большое количество данных, мы благополучно пользователей спрашиваем обо всем об этом, куда-то складываем и также благополучно про это забываем. То есть мы провели UX-ресерч. Что мы выяснили, расскажем в следующей серии. А вот по пониманию, это значит, если мы должны учить разные мнения, то мы просим проект репетировать нашу сау. Зачем нам общаться с водителем грузовика, если мы хотим про Mitsubishi? Да, безусловно, так-то это и есть, что вам нужно наблюдать, исходя из этого, за теми людьми, которые вам нужны. И только за ними. Если вы хотите про Mitsubishi и там что-то развивать, то вам нужно смотреть за этими людьми. Вот еще раз про анализ договорю. Бывало у нас тоже такое, что мы проводили UX, складывали все, клеили на стикеры, стикеров было очень много, мы смотрели на эту доску довольные собой, о том, что мы спросили пользователей, собрали кучу данных, но потом, когда никто не сделал презентацию, мы все забыли через месяц, и когда мы через месяц посмотрели на стикеры, вообще. Поэтому желательно делать какой-то, подводить итог сразу после того, как делается ресерч. Наша UX-лаборатория в Mail.ru подводит итоги практически сразу, более того, они пишут подробный протокол о том, как исследование проходило, то есть до каждого конкретного слова пользователя, и приносит результаты в обычно очень красивых презентациях, смотреть приятно, классно, потом можно еще, когда маркетинговую компанию заводишь, показываешь, что вот, смотрите, как мы пользователи, просили, видите, мы молодцы, презентацию у нас оформлять в Mail.ru умеют, очень хорошо, совместили приятное с полезным. Про способы, способы UX, так как UX, это в том числе КАЗДЕВ, они, конечно же, похожи, интервью бывает разным, интервью бывает один на один, не один на один, бывают разные его виды, модерируемые, немодерируемые, бывает этнографические интервью, и вот про это есть у меня забавная история, когда как раз я работала в Google, у нас было этнографическое интервью, этнографическое что значит? Когда мы едем к пользователю в его естественную среду обитания, то есть это либо офис, если мы разрабатываем что-то для офиса, либо домой, если мы делаем что-то для дома, и смотрим, как он в этой среде, собственно, со всем взаимодействует, как он себя ведет, какие у него там паттерны поведения, что он там делает. Обычно, вот когда я сказала, про что они едят, это на самом деле не шутка, потому что чаще всего ты успеваешь понять действительно, чем они еще и питаются, к тому же, когда мы приехали на интервью к одному из пользователей, нас накормили блинами с разными начинками абсолютно, там нам показали всех детей, которые были, нам дали поиграть со всеми игрушками, которые были возможны, и в общем-то мы, конечно, не ожидали, что этнографическое интервью пройдет вот именно так, потому что обычно ты садишься с пользователем, он чувствует себя в безопасности, достаточно расслаблен, ну и вы все-таки ведете какую-то беседу, и вы в то же время за пользователем наблюдаете, но очень неожиданно было получить еще и какие-то приятные бонусы в виде там блинов, котят, игрушек и всяких прочих вещей. В России было? Да. Да, мы проводим исследования, Google проводит исследования не только за рубежом, но и здесь, в России, потому что Россия это тоже важная аудитория, вот, но это на самом деле делает не только он, в Mail.ru мы тоже такие исследования проводим, это тоже очень крутой всегда опыт, когда можно с людьми поговорить в их естественной среде обитания, потому что паттерны разительно меняются. Но вы сами понимаете, человек на работе ведет себя одним образом, определенным, а дома он там ходит в тапочках, в спортивных штанах, хотя некоторые в офисе так ходят, если честно, вот, хлебает чай, у него все прекрасно, и он вам может рассказать намного больше о себе, чем, как бы, рассказал бы, если бы сидел в переговорке в костюме и галстуке. Юзабилити-тесты, собственно, тесты, во время которых вы смотрите, это, как бы, одна из методологий наблюдения здесь используется, вы смотрите за тем, как пользователь взаимодействует с вашим продуктом. Смотрите не просто так, а сейчас очень много оборудования, которое помогает вам следить, отмечать области, на которые пользователь обращает больше или меньше внимания. Горячие холодные зоны на экране, например, или то, куда пользователь нажимает на смартфоне. Все, есть очень много софта, которые все это трекают, есть специальное хардвар-оборудование, которое помогает понять, куда пользователь смотрит, то есть айтрекинг в UX-лабораториях используется, это абсолютно нормально, перед этим спрашивают разрешение, обычно всегда, что можно мы там все ваши действия все запишем, как вы дышите, как вы смотрите. Иногда бывает такое, что меряют даже то, как пульс у человека меняется во время того, как он взаимодействует с продуктом, смотрят на его какие-то реакции даже физического плана, то есть как он там повел плечом, не повел плечом, дернулся глаз или не дернулся, в какой момент дернулся, когда он сделал что, когда он что нажал, в общем это всегда суперинтересная история, особенно классно и нужно вообще проводить тесты, потому что вам всегда кажется, что вы сделали все супер логично и вопросов вообще никаких не может возникать, а тут вы показываете пользователю допустим сайт лендинг и говорите вот зарегистрируйся здесь, пожалуйста, пользователь сидит и не видит кнопки регистрации и ищет ее по всему экрану, ты думаешь вот же она маленькая, желтая, в правом верхнем углу, вот там вот рядом с той, где выход нарисован, там же все понятно, да, и вы не понимаете, а пользователь такой, да блин, да тут фиг зарегистрируешься, вообще не понимаю, как с этим сайтом работать, и вы смотрите, обычно это происходит так, что пользователь в одной комнате с ним находится модератор, а вы в другой комнате можете за этим наблюдать через стекло, вас пользователь не видит, вы его видите, и вы сидите в этой комнате и думаете, господи, быть этого не может, я же все сделал нормально, я же все сделал правильно, тут же не может быть никаких вопросов, а на самом деле разочарований очень много, ну прям бывает достаточно большое количество, и это абсолютно нормально, и хорошо эти вещи, трекать их, находить и с ними работать, плохо пребывать в состоянии того, что вы считаете, что ваш продукт идеален, и все, лучше быть не может, обычно это не так, хочется вас расстроить, если кто-то считал, что так. Древовидное тестирование это тестирование на то, насколько пользователь понимает структуру, то есть вам дают какую-то иерархию, если это сайт, то там понятно ли, на какую вкладку перейти, чтобы что-то открылось, если это приложение, то ты говори, можно сказать пользователю, дойди, пожалуйста, до покупки шарфа, если у вас приложение по покупке вещей каких-нибудь, и вы смотрите, как это все происходит, может пользователь купить шарф или не может, вообще, как у него, он понимает, куда надо идти в иерархии, вот как бы, что сначала надо идти в одежду, там найти аксессуары, там найти шарф, или он как бы ищет просто на главном экране раздел шарфы и хочет ткнуть туда, ну это зависит на самом деле, нужно смотреть. Сортировка карточек это похоже на древовидное тестирование тема, там нужно просто по категориям отобрать, то есть то, что вы запихнули шарф в аксессуары, это вообще нормально, или человек будет его в головных уборах искать, которые вы из аксессуаров почему-то вынесли. Нужно смотреть, давать пользователям варианты разные, например, давай ты возьмешь головные уборы, шарфы и ботинки, и тут шуба, и ты, пожалуйста, кластеризуй это как-нибудь так, чтобы тебе было понятно, что с чем находится. И иногда, опять же, итоги могут быть абсолютно невероятные. Как-то раз я помню тоже про X-тестирование история, на проекте дети у нас была забавная такая штука, у нас комментарии были не от последнего к старым, а от старых к последним, то есть самые свежие комментарии были на последних страницах. И мы были уверены, что так и надо, потому что никто же нам ничего не говорил, всем было нормально, пользователи не говорили, что у них проблема, никто вообще не испытывал никакую боль. Я потом, когда пришла собственно на проект, думаю, что-то здесь не так, почему я не вижу свежих отзывов, а я посмотрела там 2015 год, думаю, что-то, блин, кажется не то. И тогда я спросила кого-то из пользователей, ребята, слушайте, вам вообще вот как удобно информацию получать, вы хотите в каком виде? Ну, мы любим свежую, там, чтобы вот свежачок. Ага. Мы, когда комментарии поменяли, у нас конверсии увеличились, ретеншн вырос, и мы так, а, ну, ладно. В принципе, это абсолютно логичное решение, можно было менять, никого не спрашивая, но так как мы провели буквально там два пятиминутных кастдева даже там внутри компании, а у нас есть представители таргетной аудитории внутри компании, мы очень быстро все это узнали, потестили и сделали правильное решение, которое нам очень сильно помогло. Ну, и АБ-тесты. АБ-тесты — это выбор между А и Б. Все понятно, сейчас пример увидите, это ситуации, когда вам нужно решить красная кнопка или зеленая, сделаете вы это сверху или снизу, прячете вы какую-то часть или не прячете, что остается в итоге. У Фейсбука на самом деле есть АБ-тестирование их рекламы для рекламодателей, оно очень классное, очень удобное, там можно смотреть, если вы заводите какую-то рекламу, вам предлагают сделать АБ-тест, это очень здорово и показывает хорошие результаты. Если вы поищите Facebook UX Examples, по-моему, вы увидите, что там есть именно рекламные примеры, иногда тестируют даже самые маленькие штуки, я не сделала скриншот, но видела его как раз в поиске, тестировали рекламу, и там были две абсолютно одинаковые рекламы, я долго не могла понять, в чем разница, вот реально, я смотрела вчера так пять минут на нее медитировала, чтобы понять, в чем различие, а оказалось, что в одной карточке сделали просто маленький флажок внизу, то есть слева без флажка, ну обычный флажок, ну вот такой, с красненькой штучкой типа развивающейся, одна без флажка, другая с флажком, то есть люди тестируют настолько, не просто там красная и зеленая кнопка, а именно вот даже самые мелкие элементы, и на самом деле есть ситуации, когда это действительно стоит делать, потому что флажок, он мелкий, но он, блин, красный, и он внимание привлекает, и нажать на него хочется, потому что он красный, а без красного флажка нажать хочется уже не так сильно, даже если хочется, даже если реклама интересная. Это все такие истории, когда, например, если люди видят на странице сайта лицо ребенка, то конверсия сайта повышается практически автоматически, причем на большое количество процентов, потому что люди обычно лояльно относятся к детям, обычно, я не знаю, это личное дело каждого, как тут, я не давлю, в смысле, но обычно лояльно, и они думают, уж ты, господи, как же это миленько, господи, как славно, и смотрят, кликают, и прекрасно все получается. Опять же, если что-то, какой-то сайт про работу, и там картинка была, например, с каким-то заводом, и ее меняют на картинку с счастливыми людьми в касках и в робе, конверсия у сайта повышается, клика становится больше, и ретеншн удивительно растет, потому что все-таки люди, когда ищут работу, им интересно, как устроиться туда, как они будут себя чувствовать, им интересно, как они там будут себя вести, как люди, а не то, какой там завод и какие там вещи вообще происходят. Мы ищем позиции обычно, чтобы сделать себя чуть более счастливыми, а не для того, чтобы посмотреть на какое-то здание. Поэтому очень важно на все такие элементы обращать внимание. Сейчас посмотрим с вами еще на некоторое количество примеров. Это старое UX-тестирование, на сайте Форда, это делала компания TechEd, на сайте компании Форд раньше не было сравнения машин, то есть было просто описание каждой машины по отдельности. И провели 10, 10 часовых этнографических интервью с людьми, которые проживают за пределами Детройта, то есть они ездили к людям домой и спрашивали у них, как они выбирают машины, и смотрели, ходили с ними во все автосалоны, смотрели, как люди это делают, наблюдали за каждым их действием, и сделали вывод, что для пользователей сайта очень важно, чтобы были сравнительные таблицы, чтобы они могли взять одну модель, вторую модель, рядом их вот так поставить и посмотреть, чем они отличаются. И это дало какие-то вообще, по-моему, невероятные результаты, у них был рост, по-моему, 30, что ли, процентов, точно не помню, но с тех пор на всех практически сайтах, которые связаны с машинами или покупками, есть таблицы сравнительные. Например, у Apple, ну это понятно, это компания, у которой практически нет проблем с юзер экспириенс, у них, конечно же, можно сравнить, чем один iPad отличается от другого, и в цветах, и в мегабайтах, и в каких-то еще характеристиках, это прям, ну, супер помогает. Вот это кейс Asos, очень такой интересный, раньше было вот то, как слева, ну, право, для вас слева, прекрасно, раньше было то, как слева, видите, там create your account, было вот такое вот маленькое, сама кнопка была какая-то маленькая, заполненная текстом, был какой-то, какой-то еще окошечко с текстом, в общем, что-то происходило непонятное, а еще были еще какие-то три поля, которые тоже непонятно, зачем нужны, ну, особенно там последнее, про забыть пароль, делать это сразу отдельным полем, нелогично, когда пользователи на страницу заходят, потому что, скорее всего, он заходит, хочет либо залогиниться, либо зарегистрироваться, зарегистрироваться обычно никто не хочет, но им, конечно, приходится, особенно если это магазин, вот, но когда кнопка регистрации выглядит так, точно никто не хочет зарегистрироваться, лучше умереть, чем регистрироваться через такую кнопку, честное слово, я помню то, как это было в Асосе, вот именно в этом дизайне, это было просто ужасно, я сама, когда пыталась зарегистрироваться, сначала два раза пыталась залогиниться, потому что не понимала, что вообще происходит. А мне говорили, что это ошибка. А потом я поняла, что регаться вот там надо. Create your account. Оказывается, что можно было сделать сильно проще. И вот вы видите новый дизайн Асоса. Во-первых, они убрали forgotten password сразу вместо поля. Это просто ссылка. Теперь очень понятно, что такое sign-in. Нет вот этих висящих абсолютно красных звездочек рядом с полями. Которые говорят, что обязательно введи, обязательно, иначе а-та-та тебе будет. И когда вы не готовы, не хотите совершить покупку, но еще не регались, вы просто видите, а вы новичок? Давайте аккаунт заведем. И сразу понятно, сразу понятно, что надо делать. Сразу понятно, куда надо кликать. Сразу понятно, куда вас это приведет. Это вот прям отличный пример, как вырастить регистрации. Потому что тут их нет, тут они появляются. Ну нет, есть, конечно, в итоге же люди находят. Как-то Жасос жил все это время, но так сделать сильно проще. Вот это очень прикольный кейс. Amazon заработал 2,7 миллиарда после того, как они добавили отзывы пользователей. Их сначала на Амазоне не было. 2,7 миллиарда — это 20% от дохода Амазона. Достаточно много, ну на тот момент, когда они внедряли кастомер-ревью. Их сначала не было, и тоже все нормально было, и Амазон как-то не чувствовал, что что-то не хватает. А потом они просто провели какой-то опрос и спросили у людей, вам чего вообще не хватает для счастья, вот чтобы что? И люди сказали, нам не хватает отзывов о товарах. Асос, ой, Асос, простите, Амазон, они, по-моему, что-то типа там на внедрение потратили очень немного. Конечно, понятно, что они там дизайн полгода утверждали, как это всегда бывает в больших компаниях. Но на внедрение потратили не так много времени, не так много денег. Это вообще очень дешевая фича. Но оказалось, что она принесла просто бешеный рост, ну 20%. Для вот такой маленькой штучки это очень много. Это очень сильно поменяло пользовательский опыт. И на самом деле сейчас Амазон на вот эту как раз фичу очень много внимания уделяет. И они постоянно говорят, что вот это топ там в кастомерс-ревью. Раньше у них вообще фичи такой не было. И никто не знал и был счастлив. А сейчас это одна из самых главных вещей, которые есть на Амазоне. И люди действительно этим пользуются. Это действительно имеет для них значение большое. Вот это кейс Зары. Асос Зары, ну простите, как смогла. Собственно, раньше было как? Так, вы видите вот этот маленький экран, где все в списке. Когда вы добавляли что-то в корзину, вы могли только вот такую маленькую картинку видеть, и все. И не могли ничего еще поменять. Вы не могли поменять размер, не могли поменять цвет. Только количество могли поменять, и все. Это как-то вообще, когда женщины, азары это по большей части все-таки таргет-аудитория, это женская аудитория. Женщины, когда одежду выбирают, это не все так просто. Хотя хотелось бы, но так не всегда работает. Обычно там происходит типа два-три разных размера. Ладно, если два-три, я смотрю, вы улыбаетесь, вы знаете, о чем я говорю. С цветом так там вообще полная беда. Никогда не понятно. Меньше всего на самом деле волнует количество, потому что покупать два одинаковых платья, ну ты за кого меня принимаешь вообще? Раньше на заре был именно такой паттерн. Поменять можно было только количество, и все. То есть вы зашли в корзину и такие, я лучше не буду ничего покупать, и ушли с сайта или из приложения. Ну это, по-моему, веб-версия. Ой, веб-версия, простите, мобильная версия сайта. И вы просто уходите, потому что проще уйти, чем снова возвращаться, чем искать снова размер, чем искать цвет, чем снова думать, думать об этом дурацком платье, и подойдут ли тебе эти туфли, и не придется ли их перепродавать там друзьям потом, потому что отправлять их обратно еще больше геморрой. Проще здесь людей каких-то найти. В общем, люди просто уходили. А потом Zara сделала следующее. Они прямо в выбор товара добавили в корзину именно вот такой вид. Добавили тут возможность менять количество, цвет и размер. И сразу у них количество покупок выразительно увеличилось. Что-то там, по-моему, тоже 30, что ли, процентов выросло. Потому что стало сильно проще. Потому что, когда ты находишься на оформлении корзины, смотришь на это еще раз, еще раз переживаешь все эти волнительные эмоции относительно того, нужно тебе это, не нужно, вообще, что я делаю со своей жизнью, намного проще сделать все и подкорректировать на этом этапе, чем снова возвращаться назад и по 10 раз искать одно и то же. Это компания Performable. Не помню конкретно, чем она занимается, но тут все понятно. Это АБ-тест. Это АБ-тест между зеленой и красной кнопкой. Очень частый АБ-тест. Его до сих пор люди проводят. Потому что часто бывает так, что зеленая кнопка все равно нравится больше. И в этом кейсе она должна была, как мне казалось, понравиться больше, но сработала красная. В этом случае люди выбрали красную кнопку. Потому что, скорее всего, тут, по-моему, gets closing, stop closing the door on potential customers. Да, тут, видимо, Performable занимается тем, что объединяет клиента и заказчика. И, видимо, ну, не видимо, а как мы уже поняли, этот шаг, он очень важный и имеет критическое значение для бизнеса и для развития продукта. Поэтому срочно нужно жать большую красную кнопку, чтобы эту проблему исправить, если у вас этой связи с клиентом нет. Ее срочно нужно, чтобы она появилась. Поэтому логично нажать на красную. Тут работает разве не то, что сливается с логотипом? Нет, смотрите, не совсем на самом деле. Тут логотип достаточно небольшой и не имеет такого большого значения. Actually. Поэтому здесь именно про action, про красные кнопки. Вот это классный кейс. Мне очень понравился. Я его вчера случайно совершенно нашла. Это Bell Slab. Те, которые придумали телефон, оказывается, что перед тем, как придумать вот этот вот дизайн, который мы знаем, вот этот кнопочный, по три кнопочки в ряд и нолик в самом конце, посередине, они прошли примерно вот столько паттернов, провели тестирование. Тут для каждого написано, в какой группе находился пользователь и что он в итоге выбрал. И в итоге Bell Slab выбрали именно такое расположение. А смотрите, что могло бы быть. В итоге благодаря... А? Да, благодаря им мы пользуемся именно вот этим сейчас, тем, который выделен здесь в красненький квадратик. Сейчас примерно такой же паттерн везде. На айфонах и на андроид платформах набор номера тоже выглядит примерно так же, чуть-чуть иначе. Но тем не менее. В общем, люди... Хорошо, что они подумали. Видите, как хорошо? Хорошо проводить X-тестирование. Потому что, если его не проводить, может получиться вариант второй, посередине, в первой строчке. И как бы набирай, не хочу. Жизнь, вообще такая штука, всякая может произойти. В общем, чуть-чуть расскажу вам про модель Кано. Что это? А может, это знают? Да, да, там, когда вставки, да, да, да. Это как революция все равно. Да, абсолютно. Очень хорошо. Можно не рассказывать, наверное, тогда. В принципе, вы все правильно показали. Но я чисто немножко, пять минуточек поговорю. Это один из способов проведения и оценки пользовательского опыта. Придумал его... А? Эмоционально. Да, конечно. Придумал его японский исследователь Кано. Собственно, есть пять типов эмоциональных реакций. Привлекательные характеристики, одномерные, обязательные, неважные и нежелательные. Это действительно графики. Выглядят они примерно вот так. Здесь степень удовлетворенности, там снизу обрезана степень сложности. О чем говорит этот график и вообще штука с привлекательными характеристиками? О том, что привлекательные классные фичи, они делают пользователям приятно, но если их не будет, то ничего страшного в принципе не случится. То есть, если у вас есть кнопочка регистрации, например, и она есть, а у вас сайт, опять же, какой-нибудь онлайн-магазин, и если вокруг нее не нарисован цветочек, который там делает приятно, если, конечно, это ваша таргетная аудитория, и они любят цветочки, если цветочка нет, то никто от этого не умрет, ничего страшного не произойдет, но если цветочек будет, возможно, кто-то подумает, господи, всю жизнь ждал эту авторизацию, регистрацию, и вот она, регистрация моей мечты. Нажмет на кнопку и начнет, собственно, процесс. Одномерные характеристики. Сильные вызывают удовлетворение, слабые вызывают неудовлетворение. Это такие штуки, которые, в принципе, если есть, они делают хорошо, но если их нет, они не делают сильно плохо, делают просто немного некомфортно, дискомфортно. Например, если у вас кнопка назад, почему-то на сайте отсутствует. Иногда для кого-то это может быть дикая боль, но для кого-то это может не иметь такого сильного значения. Если она есть, то это классно и приятно, но если нет, то можно в браузере назад нажать, никто не умрет на самом деле. То есть неприятно, но, как бы, в принципе, жить можно, все хорошо. Обязательные характеристики. Отсутствие обязательных характеристик вызывает неприязнь. Некоторые, да, скриншоты я отрезала, но там все еще степень сложности, вы знаете. Все еще то же самое, что было на этом графике. Обязательные характеристики – это понятно, что должно обязательно быть в вашем продукте, без чего продукт не продукт. То есть если у вас, например, классный онлайн-магазин, все суперкруто, но ничего нельзя, ни за что нельзя заплатить, система оплаты не работает, никак вообще, ну, то есть просто что-то сломалось, возможно, отвалилось, то, как бы, это вызовет неприязнь точно, потому что оплата – это очень важная функция. Я понимаю, что тут могут быть вопросы по поводу оплаты курьеру, оплаты картой, не картой, но, допустим, у вас только оплата картой, и она не работает, а вы хотите, ну, вам жутко нужно что-то купить в этом магазине конкретном, потому что вы видели же эту кнопку регистрации с цветочком? Господи, как же, ну, только тут теперь покупать, ясное дело. В общем, если что-то не работает, то ничего уже не поможет. И это очень важная штука, мы будем про нее еще говорить на четвертой и пятой лекции, когда мы будем говорить про roadmap и планирование, и работу с командой, и всякие технические вещи. Если у вас классный продукт, но технически там что-то не так и не работает, всем будет все равно, насколько он классный, потому что он не будет работать. Первое, самое главное условие любого софта, любой штуки, она должна работать, потому что если, ну, просто взять камень, обвязать его бантиком, прикольно, но ничего особенного в этом нет. Поэтому оно должно работать. Все рюшечки и прикольные вещи, и классные фичи можно наворачивать потом, но можно и нужно, но сначала эта штука должна обязательно работать. Потому что если она не работает или работает плохо, то она не даст вам профита. Если вы выкатываете и даете пользователям тестировать какой-то прототип с явными-явными багами, с явными ошибками, вы не получите нормального пользовательского фидбэка. Вы получите одну сплошную боль, что туда пойти нельзя, сюда пойти нельзя, ничего, все сломалось, я вообще не хочу этим пользоваться, люди будут страдать, вы будете страдать, когда будете это слушать, все будут страдать, ничего хорошего. Поэтому сначала все должно работать. Ну и есть какие-то неважные характеристики, которые, ну, вообще все равно, есть оно или не есть. То есть для кого-то цветочек вокруг кнопки регистрации – это важно, кто-то будет его ненавидеть, а кому-то будет все равно. То есть тут же опять же зависит от человека, очень сильно, от того, как они к этому относятся. Но, в общем, нейтральные характеристики пусть будут, пусть не будут. Но тут важно заметить следующее, что если это не вызывает вообще никаких эмоций у пользователя, а вы даете протестировать именно прототип, если пользователь не испытывает ничего, то стоит задаться вопросом, стоит ли вам это реально делать в продакшн-версии. Потому что если в этом нет ничего хорошего, и, ну, в принципе, ничего плохого тоже, ну, так себе, ну, стоит ли тратить ваше время на дизайн этой системы продуктовой, стоит ли тратить время разработки, время дизайнера, время потом всех остальных ребят, которые связаны с продуктом. Лучше дважды подумать. Как вообще проводится КАНО исследование? Обычно пользователям дают, собственно, MVP какой-то, или прототип уже готового продукта, и спрашивают, насколько им нравится то, что сейчас в этом продукте есть. Ну, и вот они, собственно, говорят, восторг, удовлетворение, нет, там нравится, ожидаемо, нейтрально, терпеть это не могу, бесит страшно, или не нравится. Ну, там пять вариантов всего ответа. Вот. И как вы отнесетесь к тому, что эта характеристика, ну, или эта фича будет выражена слабо, или будет выражена сильно? Всего два вопроса, на самом деле, задают, и трекают, делают потом такую таблицу, знаю, не знаю, нравится, не нравится, потом собирают уже статистические какие-то данные, потому что это обычно не на одном, не на двух пользователях, а на достаточно большом количестве проверяется, и смотрят, что в итоге получилось. Здесь важно, опять же, как мы помним из первой части про CastDev, что это, чтобы не было, что если бы вот это было, то как бы ты отнесся? Нет, здесь важно дать прототип и спросить, вот тебе вот это нравится, не нравится, как оно тебе, что ты об этом думаешь. Лучше проводить тестирование по модели Кано не просто для всего продукта, а для каких-то его конкретных компонентов, на самом деле. Можно, конечно, в целиком спросить, но это будет слишком абстрактно. То есть, типа, тебе пульт нравится? Нормально. Он скажет, ну, нравится, ну, ладно. Получили очень много информации, будем дальше делать такой же пульт. Возможно, там бесит, что power on красная, а должна бы быть зеленая, на самом деле, вот мне кажется. Я ждала зеленую кнопку, если честно, здесь. Кнопка выключения, тут даже не выключение, называется standby, и вообще, что происходит. Пример плохого юзер-экспириенса в действии просто. В общем, тут бы стоило спрашивать про каждую кнопку. Ну, не про каждую, а про какие-то ключевые моменты. Нравится, не нравится, как человек относится. На основе этого уже собирать какую-то статистику и потом делать выводы. Собственно, модель эта показывает, что лояльность клиентов нельзя получить просто за счет улучшения существующих характеристик и позволяет оценить эффективность вложения в их улучшения. Кано также говорит во всех, ну, в своих, о, господи, в произведениях, скажем так, забыла слово, которое здесь нужно, о том, что все продукты, в принципе, и все фичи, они проходят, ну, если не все, то многие, от вот этой стадии постепенно скатываются сначала в эту, потом они могут стать обязательными, но могут стать и неважными. То есть то, что сначала вызывает какой-то лютый восторг, может в конце либо не иметь никакой значимости, ну, или там не в конце, а через какой-то промежуток времени, либо вызывать вообще негативные чувства, ну, то есть вы любили цветочки вокруг кнопок и перестали их любить, потому что там возраст никого не щадит, и теперь вы любите минимализм, черный, белый и серый. Вот. Или там делает, или ничего не меняет. Это вообще очень круто для продукта на такие вещи смотреть, как бы как отношение пользователей меняется во времени жизни продукта. Если раньше все залипали, то потом почему-то перестали, и они могут уйти в другой продукт. И сейчас мы про тему перехода в другой продукт поговорим. Почему люди это делают? Зачем? Что делать, чтобы не делали? И как с этим работать? В общем, начнем с того, что есть очень много сценариев о том, как развивать продукт. Очень много разных способов. Есть способ создания персон. Когда вы создаете некоторую абстрактную личность из представителя своей таргетной аудитории, которая будет вашим продуктом пользоваться. Мы уже на прошлом занятии частично касались этой темы про Петю, который хотел сникерс. Вот. И это примерно то же самое. Петя, там, 31 год. У него, там, хорошие компьютерные скиллы. Там какая-то мотивация к покупке. Там он любит сравнивать цены, любит читать ревью. Там ему, там, нравится, не нравится реклама. У него двое детей. Он живет там с... Еще у него есть собака. Там бабушки, дедушки. Ну, то есть можно полностью описать всю эту штуку. Это, в принципе, полезно, чтобы иметь некоторый портрет своей целевой аудитории, как-то потом с этими всеми штуками работать. Но дело в том, что получается-то так, что люди используют продукт не потому, что им, там, 31 год, и у них хорошие компьютерные скиллы, а потому что им нужно закрыть какую-то свою потребность на самом деле. Есть хороший кейс, milkshake problem. Может, вы про него слышали, я не знаю, слышали или не слышали. Я сейчас расскажу. Одна большая фастфудная компания однажды задалась вопросом, почему же коктейли молочные у них не покупают. Они пришли к исследователям, к Кристенсену и Китену. Там в конце есть список литературы при подготовке к лекции использовавшейся. Там найдете книжку «When coffee and kale compete». Это как раз тоже про «Jobs to be done». Они пришли к этим исследователям и говорят, ребята, у нас не покупают молочные коктейли. Как бы, вот у нас есть портрет нашей таргетной аудитории. Вот он такой. Они должны покупать коктейли, но они не покупают. В чем дело вообще? Ну, мы ничего не понимаем. Им посоветовали проблему исследовать, и с пользователями поговорить и понять вообще, зачем люди покупают молочные коктейли. Оказалось, что люди покупают молочные коктейли не потому, что они хотят десерт на самом деле. Они покупают молочные коктейли как способ чем-то быстро перекусить, пока они куда-то бегут. Ну, типа, летом перекусил, в принципе, сладенько, приятно, и все должно быть хорошо. И им оказалось, что не хватает в этой одной большой фастфудной компании, не хватало в коктейлях густоты. Вот. Очень сильно. По результатам исследований, и благодаря тому, чтобы они сделали job to be done и поняли, зачем люди продукт нанимают, они поняли, чего не хватает, исправили эту проблему, густота возросла, и все стало хорошо, и продажи увеличились на 30, по-моему, процентов. 30 или 40 даже, если я не ошибаюсь. То есть это просто очень большая перемена, на самом деле, и отличный кейс, чтобы понять, что люди покупали коктейли, опять же, не потому, что им там 17, 15, 16 лет, или не потому, что им там 30, и они не успевают поесть, заходят в фастфуд, а потому, что они просто хотят есть, и идут на работу, и это по пути, и хотят чем-то перекусить. Вот это milkshake-проблем, да? Вы хотели спросить что-то? А, Ирина, я хотела бы сказать, хотя бы, ну ладно, какой смысл, вообще, как надо правильно делать этот даром? Сейчас я все расскажу. Сейчас все будет. Это не последний слайд в этой лекции. Может быть, было бы хорошо, если бы да, но нет. Не сегодня, не сегодня. У нас насыщенная программа. Так вот, здесь самое главное, зачем люди этот продукт нанимают. Это скриншот из книги. У них повысилась продажа после этого. Как я знаю, они пошли дальше исследовать и узнали, что родители покупают своим детям и недовольны, что они слишком долго его убьют и сделают его обратно жидким. Зачем они пошли его исследовать? Нет, там не сделали они его как бы жидким обратно. В немецкая версия, маленькая и более жидкая. Зачем тогда они вообще пошли дальше исследовать, если их все устраивает? Ну нет, слушайте, ну все устраивало, опять же, если мы вспомним модель канала, то все устраивает до какой-то определенной степени, до какого-то определенного момента. То есть их все устраивало, а потом перестало устраивать, потому что, ну типа, все остается на том же уровне или начинает немного падать. Вообще, как бы, за одно и то же стабильно постоянно себе платить не будут, надо как-то что-то паттерны менять, что-то улучшать. И, видимо, они задумались, что, блин, вот мы тогда сделали погуще 10 лет назад, а что-то сейчас, наверное, может, паттерны поменялись. И, видимо, возможно, конец я не знаю, честно. Возможно, провели еще одно исследование и решили, что паттерны поменялись, и теперь люди не перекусывают коктейлями, а оказывается, что родители покупают их детям. Поэтому коктейли нужны более жидкие. Акчелли вот так. Знаю только первую часть. У меня в книжке все закончилось как-то хэппи-эндом. У вас нет. Ну, бывает. Дочитаю, найду. Но это нормально, проводить исследования дальше и дальше. Потому что, ну, допустим, они провели это 5 лет назад, а за 5 лет в жизни меняется очень много. То есть 5 лет назад я ела абсолютно не то и не так, как ем, например, сейчас. И Макдональдс потерял во мне клиента, например. На самом деле потерял сначала, а потом снова брел в момент, когда они сделали опцию удаления соуса отовсюду. Потому что, как бы, самое опасное в любой такой еде, на самом деле, это, ну, наличие вот этих нехороших углеводов и там плохих жиров, которые во всяких этих соусах находятся. Вот. Для меня, например, очень важна здоровая еда. И я, когда даже не успеваю, не могу себе, ну, как бы, просто из принципа, из собственной частичной глупости, не могу себе позволить пойти в Макдональдс и поесть. Не могла. А теперь они убрали, сделали опцию убирать соус. И я им жутко благодарна, потому что теперь я могу получить какой-то салат или какой-то ролл без вот этого. Там будет просто овощи и просто курица, и все прекрасно. И, господи, они снова меня брели. Вот. Тогда потеряли, а теперь снова брели. Я рада. Они, в принципе, тоже ничего, наверное, конкретно не за меня, конечно, а, в принципе, за еще таких же, как я. Но это хорошая, на самом деле, штука. Они сделали это, по-моему, первые, а сейчас это сделали практически все. Тоже, по-моему, даже в KFC сейчас тоже можно убирать какие-то соусы, не знаю, как в Burger King, но, по-моему, там тоже можно. И все идут по этому пути, чтобы делать эту штуку сильно мобильный и как-то менять паттерн. Потому что паттерн поменялся. Раньше людям было все равно, что есть, а теперь не все равно. И вот. Раньше нужны были густые, теперь нужны жидкие. Все бывает. Отвечая на ваш вопрос, что же делать-то, как формулировать Jobs to be done и Job Story? Вот она формула, достаточно простая. Когда, и описываем ситуацию, я хочу, чтобы результат. Когда я голодна, я хочу перекусить чем-то полезным, чтобы чувствовать себя потом хорошо и быть сытой. Или вот, когда у меня есть всего 2 минуты, чтобы перекусить, я хочу съесть, чтобы это быстро было просто, подняло мой уровень сахара в крови, чтобы придержаться до обеда. То есть что? Сникерс. Это цель моих ближайших 20-30 минут. Ну, на самом деле. Судя по этой Job Story, да? Я про эту форму знаю, но я должна спросить, кто именно должен отвечать на эти вопросы. Это прям нужно так же, как вот ввести к пользователям и представлять им ситуацию. Мне кажется, что это будет субъективно, если, например, это будет, не знаю, люди, которые делают продукты. Нет, конечно, это будет субъективно. То есть об этом нужно думать и опять же проводить козде, вы и пользователей слушать. И когда вы их слушаете, из этого можно сформулировать потом Job Story. Мы потом перейдем, я покажу вам флоу вообще, куда можно встроиться со своим продуктом, деться вообще. Из него тоже можно в Job Story понять, но тут важно, чтобы продуктово менеджеры сами тоже понимали, как это надо делать. Что они не просто вот Петра нарисовали с тремя детьми и там бабушками, дедушками, кошками, собаками, а что они своим продуктом должны закрывать пользовательские потребности, которые обнаруживаются в конкретном контексте. То есть ничего просто вот так вот все проблемы не решит. Все продукты нужны тогда-то или в какое-то другое время. То есть это только так работает. Вот этот тезис, что продукт не соответствует особенностям человека, он соответствует его проблемам. Это тоже скриншот из книги Jobs to be done by Intercom. Есть русская версия, она бесплатная, ее можно скачать в литературе к лекции ссылка на английскую, но просто загуглите то же самое по-русски, найдете, скачайте, посмотрите. Здесь говорят про, здесь говорится о том, что есть такой называемый умножаем на 9 эффект. Счастливые пользователи переоценивают пользу от продукта, который они, который сейчас на них работает, примерно раза в 3. А компании, которые делают продукты, переоценивают пользу продукта, который они делают, примерно в те же самые 3 раза. И здесь получается такой мисконцепшн. То есть пользователю нравится телефон, которым он сейчас пользуется, а компания, которая сделала айфон, условно, нравится айфон, потому что, ну, кому не нравится айфон, во-первых, как они считают, а во-вторых, блин, ну, объективно же лучше, они же сами сделали, там, на рынке классно, стоит дорого, конфигурация божественная абсолютно. Но здесь вот как раз, когда компания переоценивает, они забывают, зачем пользователь нанимает их продукт на работу. То есть, например, если вам нужна какая-то штука, если вы, у вас условно, вы фрилансер, и у вас дома как такое подобие колл-центра, вам для этого айфон не нужен явно. Ну, то есть, он быстро сядет, хотя вы можете держать его на зарядке, но это не выполнит функцию. Вам будут звонить постоянно клиенты, вам нужно на эти звонки отвечать. Вам все, что нужно, это сим-карта и кнопка принять вызов. Все. Ну, и закончить вызов, конечно, желательно, чтобы была. А то так может длиться вечно. Пользователи, которые обращаются в техподдержку, они, мы же помним, люди любят о себе говорить и о своих проблемах. Не будем об этом забывать. И поэтому вот здесь как бы если мы в этой ситуации будем предлагать человеку купи айфон, он скажет, ну, как бы у меня Нокия 3310, три года с той зарядки еще не прошло, она все еще лежит. Мне звонят клиенты, я принимаю вызов, все отлично. Зачем? Ну, то есть, ну, Apple так и не делает, абсолютно правильно поступает, но это вот было бы супер странно, если бы так происходило. Во многих компаниях такое есть. То есть, люди думают, что всем, всем абсолютно необходим этот продукт, он нужен абсолютно всем, без него жизни вообще никакой нет, как без него вообще дышать дальше. А на самом деле дышат, живут абсолютно нормально. Плюс проблема-то еще такая, что люди к тому, чем пользуются, привязываются. Это абсолютно тоже в порядке вещей. Мы все привязываемся к тому, что вызывает у нас какие-то привычки, что вызывает у нас эмоциональную какую-то реакцию позитивную, чем мы пользуемся достаточно долго. Менять свой паттерн поведения, ну, вы сами понимаете, это дорого. То есть, если вы даже пользуетесь одной и той же ручкой, одной и той же формы, например, долгий промежуток времени, а потом меняете ее на вот такую ребристую, вам первое время жутко больно. Вообще, вы не понимаете. Вот это просто очень хороший пример, который показывает, что вы поменяли, потому что, поменяли, потому что ту ручку не нашли или их больше не продают. То есть, вы поменяете, перешли на этот продукт, потому что проблемы с текущим, его нет на рынке. Вот. Вы перешли, и вам сначала очень долго привыкать к этому всему, но потом вам начинает нравиться, они такие олдскульные, желтые, с синим колпачком, все прекрасно, вы снова привыкаете, вам снова это нравится, ну и, собственно, пропадаете вот в этот самый цикл, который изображен на слайде. Почему люди переходят на другие продукты? Люди так получается, что если они чем-то пользуются, то обычно им это нравится, иначе бы они этого не делали, вполне логично. Поэтому они не бросают продукты, обычно, они находят альтернативу. Люди практически никогда не бросают то, чем пользуются, они находят лучшее решение. И вот примерный цикл того, как это происходит. То есть, либо есть проблема с текущим, либо они видят достоинства нового, но даже в этот момент они видят тревогу и боязнь перемен и испытывают привязанность к текущему продукту. Тут можно даже привести пример, опять же, того же Apple, и как здорово и славно они сделали синхронизацию старого айфона с новым айфоном. То есть, сейчас можно просто взять, купить новый айфон, так их рядом положить, нажать кнопку «Волшебство», и оно все перенесет твои данные со старого айфона на новый. Это вот, этот цикл просто магически перебарывает, потому что ты получаешь новый классный продукт по характеристикам, у тебя остаются старые, ну да, может быть, тебе будет дискомфортно, потому что там раньше была кнопка, теперь кнопки нет, и это как-то не очень хорошо, но если там оставаться с той же кнопкой, то все, у тебя ничего не теряется, у тебя не меняется твой особый опыт, но ты получаешь все, что у тебя было, плюс какие-то классные новые фичи. почему люди остаются в экосистеме вот в этой, потому что там вот есть перевязка одного и другого, очень крутая, очень полезная, и здорово, что они этот момент нашли и так и делают. Ну, собственно, почему еще люди заканчивают пользоваться? Но тем не менее, Android тоже сделал, перенесите данные с вашего айфона, но там что у Android? И это понятно опять же, почему? Потому что если вы пользовались айфоном, например, всю жизнь, и потом думаете, блин, 100 тысяч? Серьезно? 100 тысяч? За что-то 120? Я лучше куплю что там? 40? Отлично, давайте. Xiaomi 6 тысяч. Вот. Xiaomi 6 тысяч. И это тоже очень, вот, это опять же работа с этим циклом, я просто, простите, попала в кабалу и пользуюсь айфоном, не знаю про то, что можно переносить с айфона на Android, вот, но это, это супер классно, потому что это помогает пользователю не выбиваться из этого цикла, помогает оставаться привязанным к продукту, помогает снизить этот дикий страх перемен. Люди не любят перемены, вообще не любят. То есть, мы все говорим, что перемены это классно, перемены это здорово, но перемены это дискомфорт. Да, нужно выходить из зоны комфорта, но это, да, всегда больно, болезненно, страшновато и вообще не хочется. Вот, и поэтому, собственно, работа продукта заканчивается, когда, например, появляются новые лидеры рынка, то есть, с вашего продукта переходит в новый, лучший. Это абсолютно правильно, абсолютно нормально. следующий шаг в контексте продукта может быть решен миллионами разных способов и миллионами разных типов пользователей, то есть, вы просто уже не нужны. Есть какие-то другие решения, кроме вашего продукта, может быть, не лучшие, но которые можно делать без него и делать сильно проще. например, если раньше вы могли совершать звонки только по скайпу, когда-то, видеозвонки, то сейчас это можно делать в любом абсолютно мессенджере. Это не потому, что кто-то там стал сильно лучше, а потому, что это просто можно делать почти в любом мессенджере сильно дешевле, не надо там ждать вот этих долгих загрузок, греть процессор, всего, чего только можно, потому что скайп это достаточно такая энергозатратная вещь, вы просто заходите куда угодно, звоните, и все прекрасно получается. На следующем шаге у вас радикально меняется аудитория, а бывает и такое, то есть вам нужны были одни и одни люди, они этим продуктом пользовались, а потом оказывается, что все, на следующем, следующего шага это больше этим пользователям не нужно. Это нас возвращает в наши любимые дебри и недрикос-дева, что нужно знать, с кем вы работаете и для кого вы это делаете, не забывать об этом никогда и постоянно калиброваться, постоянно. Каздев нужно проводить регулярно, не то, что вы один раз вначале провели, потом забыли и через пять лет потом коктейли поменяли на более жидкие, а то, что вы постоянно проводите и пытаетесь понять, коктейли все еще норм или уже как бы надо разбавлять немножко молоком. Тут всегда нужно это делать. каждая сборка, если это приложение или каждая версия сайта, если это сайт, нужно подвергать каздеву и опять же не бояться того, что вы услышите негативный фидбэк. Вы его услышите обязательно. Всегда будут люди, которые топят только за негатив. Ну, то есть всегда, можно всегда найти к чему придраться. Это может быть даже самая мелкая штука. Нужно этого не бояться, нужно это все равно делать, потому что лучше узнать, что вы чего-то там испортили, это исправить, чем оставаться с чем-то нехорошим в вашем продукте. Ну, и вот следующий шаг не добавить никакой ценности к продукту. Это возвращает нас к модели Кано немного о том, что есть хичи, которые делают ни тепло, ни холодно. И кажется, что тогда такие вещи делать, наверное, не стоит, потому что ресурсы опять же потратятся, а профита вы не получите. Важная штука, которую я обещала показать вот в контексте Job Stories, как их делать и с чего начинать, это понять workflow, как пользователь вашим продуктом может воспользоваться. Мы провели CastDev, поняли, как он слушает музыку и пишем вот такой вот flow. Человек заходит домой, он не хочет быть в тишине и старается как можно скорее включить музыку. Ну, судя по исследованиям, там, предварительно мы выявили именно такой паттерн. Он снимает ботинки, идет к колонке, компьютеру или просто вынимает наушники или остается в наушниках, если он слушал музыку с телефона, запускает музыкальный сервис, ищет песню, настраивает громкость, ну и так далее. Развиваем, развиваем эту тему, ну, до конечного момента, например, до конца сессии, то есть пока он не выключит музыку в какой-то момент. Здесь нужно хорошо понять, ваш продукт это что? Витамин или обезболивающее? Витамин это то, что делает лучше, а бейсбол это, собственно, то, которое решает какую-то ясную, животрепещущую проблему. Вот здесь у многих пользователей боль во втором пункте, то есть он старается как можно быстрее музыку включить, то есть у него проблема. это не то, что типа, а мне и так нормально, сейчас включу и станет лучше. Нет, человек не хочет. И здесь, если бы снять этап, например, вот этот, и помочь пользователю синхронизировать его музыку с устройства, которое он слушал пока шел домой, синхронизировать с каким-то домашним устройством, это было бы, это решило бы его боль. То есть он заходит, музыка включается, все прекрасно, он спокойно снимает ботинки, там не идет прямо в них, и при этом мы еще убираем вот эти все тоже болезненные шаги, пока ты включишь, пока ты запустишь, пока ты песню найдешь, или там плейлист откроешь, пока ты там громкость подкрутишь. В общем, мы сильно, сильно вы помогли человеку в этом случае. Так можно расписать на самом деле по каждому продукту. То есть если у нас есть приложение, например, камеры, то мы пишем так, что человек берет в руки телефон, он хочет чего? Чего может человек хотеть в случае камеры? Что-то сфотографировать. А что? Что-то на память. Себя, что-то на память, что-то красивое. То есть мы смотрим, какие вообще могут быть паттерны что-то красивое или что-то на память. Видимо, до сих пор паттерн такой, что фоткаем что-то на память или что-то красивое. Но паттерн фоткать себя тоже очень важен. Поэтому кнопка находится прямо здесь. Вот. Я хотела вас сфоткать, но у меня ничего не получилось. Да, я вот пыталась, у меня ничего не вышло. Я сегодня поменяла чехол и я еще не научилась. Вообще, это было бы логично сделать нормально, но я раз уж попыталась, пусть будет так. То есть мы смотрим, да, тут смотрим, что вообще пользователь дальше хочет. Если он хочет, опять же, если у нас два паттерна фоткать красивое или фоткать себя, логично предложить ему просто фото, а рядом поставить функцию, как вот сейчас есть в новом айфоне, функцию портрета. То есть здесь можно выбрать, в каком освещении, что происходит, как меняется свет, тут выделяется лицо и вот это вот все. Здесь подумали о том, что когда человек заходит в приложение камеры, ему не просто что-то, просто хочу фотографировать все. Такое бывает, конечно, но это достаточно редкие вещи. Опять же, человек хочет сфотографировать обычно в том случае, если он хочет что-то оставить себе на память, может быть, что-то красивое, либо он хочет оставить на память себе какую-то информацию, то есть сфотографировать там, например, кусочек из лекции или кусочек из книжки или что-то такое, или там ценник, если это опять же случай с магазином, или там размер, или какие-то такие вещи, или он хочет сфотографировать себя и оставить себя красивого себе на память, потом послать эти фотки везде, куда угодно. Тут надо, кстати, да, сказать, что если продолжать паттерн, вот мы, допустим, сделали фотографию, она у нас появилась, и вот я тут сфотографировала вас, и здесь у меня сразу есть кнопка пошарить, потому что паттерн такой, что люди фотографируют что-то, а потом этим делятся, ну, чаще всего, чаще всего так и происходит, поэтому здесь она прям вот тут вот, в левом нижнем углу, туда, там, где можно легко пальцем достать. Могучий пример добавить, когда вынуждают, можно сказать, пользоваться, пользоваться камерой, когда в музей приходишь, QR-код, айфон он наводишь, он сразу... Да, да, вот бывают еще и такие штуки. Это тоже можно рассматривать, типа, для чего еще камера может пользователю пригодиться, но, так как здесь все-таки отработаны самые базовые, ну, базовые паттерны отработаны идеально, вот мы видим кнопку шары, как раз, чтобы мочь куда-то что-то отправить, и здесь мы видим, там, куда, чего можно отправить. Тут я палец сфоткала. Раньше же в айфоне не было вот этой штуки, что быстрый доступ к камере. Да. То есть, значит, зачем тебе это пригодилось? Абсолютно верно. Чтобы человек не заходил, там, долго искал, камеру, заходил и еще что-то делал, а чтобы у него был быстрый доступ к этому. Значит, зачем тебе это надо? Значит, где действительно пришли к тому, что фотографируют? Это абсолютно верно, потому что раньше так, конечно, не фоткали. Раньше не было инстаграма, ну, когда-то давно, когда я была молода, инстаграма еще не было. Так вот, а сейчас он есть и имеет как бы нехилую популярность и не просто так, потому что люди фоткают, люди сразу это шарят, для них это важно, это как бы крутая соцсеть, у которой очень много пользователей, она классно монетизирована, через нее можно самого себя классно монетизировать, и вот это добавление камеры даже с заблоченным на самом деле экраном, вот это вот, это прям суперкруто, потому что человек, это здесь отработан паттерн, например, такой, что вы находитесь в компании друзей, и там телефоны все лежат на столе, вы общаетесь, допустим, у вас такая компания, где вы друг с другом разговариваете, а не зажигательно идти вечеринка, когда все сидят и, собственно, тыкают туда. очень мило, такое часто бывает, вы берете телефон, и вам не нужно как бы нарушать секьюрность и безопасность человека, вы просто берете, фоткаете, все, отлично, потом, ну, если что, удалит, но если вы в компании, вы хотите там сфоткаться вместе быстренько, проще это сделать так, там, возьми мой телефон, давай сфоткаемся, вот это прям круто, это суперудобно, здесь не нужно лишних действий, здесь все продумано. который может уйти, то есть это какой-то мгновенный момент, который нужно здесь и сейчас фотографировать, туда же. Да, это туда же, потому что пока ты это разблокируешь, господи, а Face ID тормозит, между прочим, ну, это правда, это прям проблема, то есть он подтормаживает, а здесь, ну, даже не нужно туда сильно смотреть, запускаешь камеру и быстро-быстро фоткаешь, фоткаешь или снимаешь видео, например, если что-то там на улице происходит, бывают такие паттерны, что вам нужно потом как-то доказать свою, например, правоту в какой-то ситуации или доказать, что это там действительно происходило, или потом сказать, о, лол, я тут такое увидел, посмотри, оно быстро действительно может закончиться, и благодаря тому, что камера в быстром доступе, это быстро можно снять. Видео находится, кстати, чуть-чуть левее, это потому что, ну, мы все-таки слева-направо, все привыкли работать, поэтому оно чуть-чуть левее, как не самый-самый популярный паттерн, но, тем не менее, достаточно важный. Поэтому вот такая вот штука, так это работает. Собственно, простая истина, классные компании думают о своих пользователях, очень классные думают о проблемах и потребностях пользователей, а инновационные думают о проблемах и потребностях и тех, кто пока еще не использует продукт. Это к воркфлоу, то есть понимая то, как люди делают то или иное, вы можете понять, куда вы со своим продуктом можете встроиться. Как камера встроилась во все наши жизни, как телефоны вообще встроились во все наши жизни, везде. То есть мы не знали, нам было некомфортно передавать сообщения, теперь у нас есть, ну, нужно было писать письмо когда-то, теперь у нас есть телефон, мы можем отправить смс-ку, отправить фотку, отправить все что угодно. Как-то это классно встроилось в жизнь, в любой причем практический абсолютно аспект. Мы благодаря телефонам сейчас можем делать невероятные абсолютно вещи, там трекать свое здоровье, вести записи, ничего не забывать, ставить будильник, это просто аллилуйя, маленькая жизнь. Очень классно. И не представляю, как без него жить, это другая проблема, но тем не менее опыт очень сильно поменялся. Все меняет опыт, и это нормально, и при этом, при всем нужно не забывать, что опыт меняется. То есть эти workflow, опять же, не один раз вы написали, решили, что ну все, следующие 50 лет они будут слушать музыку так, будут делать, короче, синхронизацию между девайсами, классно будет. Так через 50 лет вы никуда не доплывете, в смысле, в хорошую какую-то сторону. Потонуть, вполне себе потонете. Куда-то доплыть и получить профит, навряд ли. Вот, собственно, такая, кажется, история. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,